Здравствуйте, уважаемые телезрители. Приветствую гостей в нашей студии, участников обсуждения. Сегодня мы находимся в шоуруме телестудии Казанского федерального университета. Это очередное заседание дискуссионного клуба. И на этот раз оно посвящено проблеме не менее волнующей, чем предыдущей, которую мы здесь обсуждали. Мы говорили о строительстве мусоросжигающего завода в Казани. Сегодня мы говорим в целом о Казани, о ее развитии, о ее перспективах, о проекте генерального плана Казани, который достаточно бурно обсуждался уже на площадках общественных слушаний. Если я не ошибаюсь, на 13 площадках эти слушания прошли в период с 29 мая по 6 июня сего года. И сегодня мы здесь собрались для того, чтобы, если выражаться высоким стилем, подвести некий научный базис под обсуждение, под эти общественные слушания, определить, в чем сильные и слабые стороны аргументов, которые высказывались на слушаниях, и, собственно, сильные и слабые стороны проекта очередного генплана. Прежде чем мы перейдем к обсуждению, я хочу представить спикеров нашего сегодняшнего дискуссионного клуба. Мы начнем с дамы, специалист в области городского развития, экоактивист, участница группы «Волга и народ против» Юлия Ильдаровна Файзрахманова. Спасибо за аплодисменты. Справа от нее архитектор, заведующий кафедрой, кандидат архитектуры Александр Алексеевич Дембич. Он представляет, извините, я по-старому назову КИСИ, сейчас это ГАСУ. Слева от Юлии, Юлия у нас как стержень такой определяющий, слева-справа, представляющий республиканский совет ВООП Сергей Германович Муханов. Еще один Файзрахманов, но не родственник, а просто однофамилия, Сайрат, и тоже экоактивист, он рядом с господином Мухановым. И, наконец, это крыло, это крыло закрывает, я думаю, я не ошибусь, если скажу, назову вас предпринимателем и экономистом, человеком, который давно и предметно занимается в том числе проблемами транспортных систем, транспортных коммуникаций, Тахир Габдрашитович Давлетшин. Вот это те, кто присутствует. Но я хотел бы еще сказать о тех, кто отсутствует в студии. Не просто сказать, а назвать их. Итак, в студии отсутствует. Первый зам руководителя исполкома Казани Радик Равилович Шафигулин, его коллега по администрации Тимур Николаевич Давыдов, который курирует инженерную инфраструктуру, советник меры Казани Владимир Михайлович Фомин и, наконец, первый зам руководителя института генплана Москвы Олег Дмитриевич Григорьев, выходец из Татарстана, занимавший здесь разные посты в разных структурах, относящихся непосредственно к градостроительству. А теперь фактически человек, который отвечает за генплан Казани, разрабатывающийся по заказу администрации Казани мере института генплана Москвы. Мы этих господ всех приглашали, потому что они представляют заказчика и проектировщика. Это та сторона, которая должна, по идее, очень многие вопросы прояснить и в состоянии это сделать. Предварительное согласие было получено. Более того, по просьбам представителей администрации Казани мы дважды даже переносили время вот этого заседания дискуссионного клуба. Но буквально вчера-позавчера последовал, насколько я понимаю, даже не очень мотивированный отказ от участия. Конечно, как говорят ученые, отрицательный результат – это тоже результат. И то, что представители меры и представители института проектировщика предпочли не участвовать в нашем сегодняшнем обсуждении, на мой взгляд, тоже кое о чем говорит. Возможно, им просто надоело слушать неприятные вопросы, которые то и дело звучали в ходе общественных слушаний. Вопросы, между тем, вот с моей точки зрения, в них нет никаких больших подтекстов. Они очень простые. И один из них, так как здесь, я уже говорю, нет администрации, нет института генплана, я хотел бы задать вам, уважаемый спикер, и я думаю, что, может быть, Александр Алексеевич, вы на него ответите. Вопрос, по-моему, совсем уж простой. Предыдущий генплан Казани был утвержден в 2007 году, 28 декабря 2007 года, то есть прошло 10, по большому счету, лет, как в 2015 году администрация Казани заказала, даже в 2014 году, вот видите, заказала разработку нового генплана. И в связи с этим вопрос, что генплан 2007 года выполнен, в чем нужда возникла вот за такой короткий промежуток, за 10, если не меньше лет, оставить или не оставить, но во всяком случае разрабатывать какой-то новый генплан? Ну, честно говоря, мы тоже несколько были озадачены, что был заказан новый генеральный план, потому что в 2014 году же Непигим плана приехал сюда и представил на градостроительном совете. Значит, мэрии Казани, управление архитурой и градостроительства, проект технического задания на корректировку существующего генплана. И оно было довольно бурно обсуждено. Потом они уехали, и вдруг через какое-то время мы узнаем, что решили, значит, не корректировать действующий генплан, а решили разработать новый. Ну, какая аргументация, честно говоря, с их стороны, я не знаю. Хотя, конечно, некоторые, может быть, мотивы к этому были. Почему? Потому что в 2005 году, вернее, не в 2005, а с 1 января 2005 года вступил в силу новый Городостроительный кодекс Российской Федерации. Поскольку 2005 год – это был практически год, ну, будем так говорить, завершения того генерального плана, который начал разрабатываться в Казани с 2003 года, основные там работы уже были проделаны, то, конечно, учесть… Ведь генплан – это довольно объемный документ, там много разделов, в каждом разделе там десятки схем, много текстов, много расчетов. Как бы перелицевать весь генплан на это дело было уже, на самом-то деле, достаточно сложно. Это первое. Второй момент. В 2006 году завершился процесс присоединения к Казани целого ряда новых территорий. Работа над присоединением этих территорий начала… начали ее вести еще в 2002 году. Это вот сходы проводили в районах, там, в деревнях, референдумы. А поскольку, значит, закон о местном самоуправлении вступил в силу где-то с 2006 года и начал постепенно разворачиваться, то вот эта проблема, она тоже оказалась не совсем учтенной. И, ну, по сути дела, Казань, когда его… когда начали зарабатывать генеральный план, она имела площадь 425 квадратных километров. А после того, как вот новый генеральный… вернее, когда в 2006 году присоединили все эти земли в Казани, то уже площадь Казани стала 617 квадратных километров. – Казань Алексеевич, извините, что я вас перебью, да? Одно маленькое уточнение. А в чем, собственно говоря, была нужда присоединять новые площади к Казани, вот увеличивать территорию Казани? У нас что, катастрофическая плотность застройки была? Чем вот мотивировали-то это? – Ну, честно говоря, это тоже, вообще-то, вопрос, конечно, такой довольно дискуссионный. – Дискуссионный, да. – Потому что можно было, конечно, этим и не заниматься, но вроде бы как была такая идея, что Казани не хватает территории, потому что, значит, ну, в 2001 году вступил в силу новый земельный кодекс и началась активная распродажа с аукциона земель. – Да, да, да. Спасибо, это хорошее уточнение. – Многие земли распродали, и вроде бы земли-то много, но она в чьей-то уже собственности. И я так, ну, по крайней мере, из разговора того времени с мэром Камиль Шамильевичем, он сказал, вот мы присоединим территорию, у нас появятся новые территории для развития города. А когда присоединили, оказалось, что там тоже уже все, по сути дела, распродано. Хотя это была не Казань, а примыкающий муниципальный район. – Ну, есть же дальновидные люди все-таки у нас в Казани, в Татарстане. Это же нельзя отнять. Умные люди, дальновидные. – Это очень важная информация, знать, что когда будет. – Хорошо, хорошо. Более или менее понятно, что вот мотивировка, которую вы дали. – Это моя версия. – Я понимаю, что это ваша версия. – Она нигде не прописана. – Да. А что можно сказать о генплане 2007 года по части выполнения его позиции? Насколько я понимаю, вот я так, конечно, в мельком заглянул, тут некоторые расчеты вообще должны быть к 2020 году сделаны по тому генплану. То есть там еще пахать и пахать. – Это понятно. Вообще, как бы по тем временам, вот если говорить о 2003-2007 годах, это год разработки вот этого предыдущего генплана, расчетный срок действия, на который готовится генеральный план, это 20 лет. Поэтому вроде бы это, вот вообще-то срок принято считать с момента утверждения. Если его в 2007-м утвердили, то, значит, до 27-го года он действует. А к 2014-м году прошло только еще 7 лет, и вроде бы как не очень-то много можно было успеть. Конечно, за это время произошли некоторые такие события, которые генплан не предвидел. Ну, я имею в виду это универсиаду и подготовку к ней. А к ней были совершенно уже, как бы не привязываясь к генплану, проделаны довольно серьезные работы по изменению транспортной схемы, строительству развязок и так далее, и так далее. Это были локальные решения. – Это такой форс-мажор, который, в общем, генплан с ним справиться уже никак не мог, да? – Ну, на самом деле мог. В общем-то, для этого должна была провести корректировка. – Да. – Ну, вот решили, я не знаю, что тут перевесило, решили заказать новый. – Понятно. Кто-нибудь из спикеров хочет дополнить? – Да. Давайте отсюда, и потом вам. – Да. Микрофон поближе, чтобы вас все слышали, не только здесь. – И генплан 2007 года, и вот генплан, который сейчас как бы разрабатывает НИПИ, генплан Москвы, все-таки это планы, проекты технической корректировки. – Ну, ни в коем случае не концептуальное изменение. – Вот мы все-таки живем, и наш город сейчас выглядит так, как описано в генплане 1969 года, разработанного Ленинградским институтом Гипрогор. – То есть, концептуально город по гипрогорскому проекту состоялся. И примерно, значит, к концу 90-х годов концептуально генплан устарел. Поскольку гипрогорский проект был проект индустриального города, сейчас наш город стал фактически постиндустриальным городом, у нас сейчас транспортно-логистическая система города не служит для того, чтобы, допустим, заводам доставлять сырье и рабочих на работу. И вот тем более транспортно-логистическая система города сложилась фактически 100 лет назад. Ну, с небольшими изменениями, она имеет тот же каркас. Она тоже устарела. Вот примерно в 2002 году, вот, например, задумываясь над этим, я предложил вывести из города Казани инфраструктуру РЖД, что изменило бы, ну, город и его транспортную сеть кардинально. Вот. И вот все-таки понимание у властей о том, что нужный концептуально новый генплан, пока еще не созрело. И поэтому вот с седьмого года, сейчас вот с четырнадцатого года заказ генплана, вот я уверен, что при таком раскладе пройдет еще лет пять-семь, и еще один генплан потребуется такой, да. А вообще, вот на мой взгляд, вот и седьмого года, и четырнадцатого года генплан, вот, ну, не так надо было организовать. То есть, должен был бы работать рабочая группа или институт генплана Казани, который непрерывно работающий, то есть, решает текущие вопросы постоянно в порядке. Вот, люди, которые знают город, когда, допустим, не хватает компетенции, допустим, можно было бы действительно пригласить и нагородних специалистов и так далее. Ну, вот, получилось так, что у нас сейчас институт генплана Казани, так, скажем, нет. Вот. А когда стало известно, что вот текущими изменениями дело не пойдет, нужны концептуальные решения, надо было объявить конкурс на концепцию развития города, привлечь сюда всех, так скажем. — Георгий Владимирович, спасибо. Ваша позиция понятна. Видите, в чем дело. Мы сейчас уйдем в сторону, если будем говорить о том, что надо было бы сделать. То, что сделано, уже сделано. Мы обсуждаем сильные и слабые стороны того, что нам представлено. Но ваше замечание очень симпатично, что если мы будем мыслить такими категориями, я имею в виду власти, то нам придется генпланы сочинять или что-то похожее, да, называющиеся генпланами каждые семь лет. Я хочу передать слово Айратову из Рахмана. Вы немножко позже подошли. И я, кстати, должен сообщить телезрителям, что у нас еще один спикер, немножечко опоздавший, профессор-биолог КФУ Нафиса Мансурна Менгазова. Подошла. Добрый день, профессор-биолог КФУ Нафиса Мансурна Менгазова. Айрат, буквально два слова о себе. Что и кого вы представляете, потому что вы немножко позже подошли. Я вас никак не сумел отрекомендовать. Файз Рахманов Айрат Шамильевич. Я в данном случае представляю организацию под названием «Платформа 21». Мы занимаемся разработкой экологических докладов, экономических докладов. У нас такой консалтинговый центр, но мы работаем на общественных началах. Это сайт «Европейский Татарстан»? Да, это бывший «Европейский Татарстан». У нас паблики в Фейсбуке, ВКонтакте активны. Теперь уже понятно. Спасибо. Что вы хотели сказать в дополнение комментариев? Небольшая ремарочка. Так скажем, голос с окраин. Вот говорилось о присоединении земель. И вот в данном случае генплан практически никак в лучшую сторону положение окраин не меняет. Присоединение в начале 2000-х годов окраин не привело к развитию этих территорий. То есть я не видел ни одного социологического исследования, как люди прочувствовали это. У меня есть просто субъективное мнение с разных окраин. Практически все говорят о том, что лучше бы мы остались сельскими территориями. Потому что что мы видим на окраинах? Мы видим, что дороги там не развиваются, инфраструктура там не развивается. И даже сельские территории Татарстана живут лучше, чем окраины Казани. И происходит хаотичное развитие этих окраин. Вот сейчас конкретно вы какие окраины имеете в виду? Я говорю больше о том, что мне ближе. Это Аки, Кендери, поселок Нагорный, бывшая Сосновка, часть которой стала новой Сосновкой. Это 807-й километр и так далее. Ну понятно. Можно говорить о Вознесении, можно говорить в том числе даже о Салмачах. Оттуда прошли просто дороги, которые соединили этот окраин. А внутри квартального развития его как такового нет. Я даже пример приведу. У нас для того, чтобы из поселка Аки попасть в поселок Новую Сосновку, между границами которого 400 метров буквально, нужно объехать огромное количество территорий. Через Сибирский тракт, через Дербышки нужно на машине, чтобы оказаться между этими поселками. И люди между этими поселками передвигаются. Между Нагорным и Дербышками так же, как таковой, дорога только есть через Сибирский тракт. А люди-то не протоптали там эти 400 метров? Люди протоптали, люди ходят, люди пешком активно используют эти территории. Пешеходные маршруты, естественно, есть. Велосипедные маршруты есть, а вот автомобильных их нет. То есть, вот такой голос с окраин, да, и то, что, как бы, ну, личная боль за эти территории. Все, я вас понял. И в генплане. Генплан никак на эти территории не обращает внимания в плане именно развития. Вы имеете в виду сейчас проект вот этого генплана, который обсуждается? То есть, там тоже никаким образом инфраструктура не развивается? Там есть изменения, которые соединяют эти окраины хордовой дорогой, да, а вот внутреннее развитие этих территорий. И природно-рекреационный потенциал этих территорий хищническим образом, ну, разбазаривается. Мы об этом немножко попозже поговорим, да, в том, что касается флоры, фауны, вот, сохранения редких видов и так далее, да. У меня вопрос по… вот, вы заговорили о транспорте. Мы снимали тут маленький сюжет, можем мы его показать по Салмачьим, да. Это тоже в каком смысле была территория такая пригородная, да. Вечерняя Казань сообщает, что в многострадальный поселок Салмачи десятки домов, в котором оказались под угрозой сноса из-за близости к газопроводу, пришла еще одна беда. Местные жители выяснили, что новая автодорога по проекту генплана Казани пройдет не только через новую сосновку «Карьер» и «Большие клыки», но и по Салмачьим тоже. Впрочем, немного погодя, вероятно, из-за массового возмущения жителей этих поселков, выяснилось, что новую сосновку проектировщики все-таки собираются помиловать. Остальным пока не повезло. Проезд 11 автомагистрали регионального значения с 50-метровой полосой отчуждения отправляет под нож бульдозера около сотни домов в Салмачах. Это то, что касается домов в Салмачах. А вот в Нагорном уничтожить планируются не только жилые строения, но и приличный кусок дербышкинского леса. Все это происходит, к сожалению, в негативном тренде безвозвратной исчезающей зеленой зоны в Казани. Безусловно, все происходящее вызывает вопросы как городским властям, так и специалистам и экспертам, которые могли бы разъяснить логику действий разработчиков проекта жителям Казани. По Нагорному здесь было озвучено. По Нагорному, слава богу, разработчики сказали, что будут менять развитие дорожной сети. И, соответственно, разработчики услышали голос окраин. Но вот делая дороги, опять же, хордовую дорогу между окраинами, что они предлагают в инфраструктурном отношении этим окраинам? Только дорогу, которой будут пользоваться все казанцы, то есть проходной двор, это один момент. И второй момент по поводу сноса домов. Это немножко другая проблема. Я сейчас говорил об окраинном развитии. Но даже если ссылаться на вот это движение, которое возникло в Казани, пока хаотично возникло относительно сноса домов. Много поселков, да? Более практически 20 групп ВКонтакте только появилось против прохождения дорог. В Вознесенской, Салмичи, Новая Сосновка и так далее. Посмотрите контент, посмотрите, сколько людей в этих группах, как это все декипит. Эта проблема привела в слушаниях по генплану к другой немного проблеме. За счет голосов этих окраинов не было слышны мнения относительно концептуальных решений по генплану. Утонуло все это в проблемах Новой Сосновки, Вознесенской и так далее. Это вы сейчас очень интересное замечание сделали. Это называется о вреде общественных дискуссий. То есть, когда какая-то мелкая частная проблема начинает доминировать, извините за грубость, кто громче кричит, тот оказывается прав и начинает идти на поводу. Но это, как бы помягче выразиться, должно же быть все-таки у серьезных ученых, у проектировщиков, у властей, в конце концов, некий холодный разум и стратегическое мышление. Если на каждый такой крик мы будем реагировать и что-то там спешно менять, здесь дорожку, здесь дорожку. Почему мы этот сюжет показали по Салмачам? Потому что я тоже читал и слышал из разных источников, что тут 100 домов, там еще сколько домов. Но я, откровенно говоря, с большим скепсисом к этой информации отнесся, потому что я не могу себе представить, а как можно было проектировать таким образом, чтобы танк пошел и раз мы говорим о том, что не развиваются пригороды, вы говорили в частности, но даже там, где они вроде бы развиваются, люди построили дома добротные, дорогие коттеджи, менее дорогие, где-то асфальт проложили за свой счет, газификацию, то есть коммуникации подвели. А теперь им говорят, ну ладно, вот кто-то может внятно ответить? Давайте мы по очереди посмотрим. На мой взгляд, здесь проблема такая. Недостаток данного генерального плана заключается в том, вот в части, например, транспортной магистрали, если взять, что они рассматривали общую схему движения автотранспорта и разгрузку основных транспортных магистралей в городе. А вот если рассмотреть территории, которые присоединены к Казани, они должны иметь несколько иной статус. Мы их присоединили к городу, да, но они поселкового типа. И здесь должны были быть не сквозные магистрали, которые рушат и корежат все, природу, так сказать, и дома, а должны были быть дороги, обслуживающие эти поселки, то есть практически внутрирайонные. И радиальными дорогами они связаны с центром города. Тогда бы у нас этих дуг, которые, так сказать, прошибают, так сказать, все это дело насквозь, не было бы. Мне кажется, в этом концептуальная ошибка. Да, Тахир, вы согласны с этой точкой зрения? Да, частично, конечно. Если можно, коротко. Есть другая проблема. Микрофон поближе к себе. Как только вот эти хордовые дороги, я их не называю кольцами, потому что они не замкнутые, хордовые дороги, как только построятся, создадутся новые проблемы. То есть там вырастет еще город, и транспортные проблемы еще больше. Вдоль дорог вы имеете в виду? Да, вдоль таких дорог. И поэтому инициатива генплана Москвы создает проблемы еще и на будущее. То есть конфликтная ситуация и качество жизни будет падать. А проблема в чем? Площадь города сейчас 65 тысяч гектаров, то есть 650 квадратных километров. Вот мы за ближайшие 15, даже 55 лет, город на этой большой территории не построим. И поэтому задача построить полицентричный город. Вот весь город трогаться ни в коем случае нельзя. Допустим, развивать 2-3-4 центра, построить действительно настоящий город, где городская жизнь будет организована. Вот в принципе, как городской центр, у нас фактически только квартала. Остальной город у нас где-то нечто среднее между деревней и городом. А будущее Казани должно быть современным городом. И для этого, во-первых, нужны новые территории, которые есть. Почему? Потому что изменились строительные технологии. Вот, например, у нас под Кремлем прямо от личного порта до Победилова 2-3 тысячи гектаров земли под водой лежит. Под водой, где метр-полтора-два глубина. И потом, значит, очень много оврагов прочих, раньше которые считались, в общем-то, непригодными для строительства. А сейчас они, в общем-то, при новых технологиях даже предпочтительные. Для прокладки транспортных коммуникаций? И для транспорта, и для строительства домов, и жилья. Дом в овраге. Ну, не знаю. Нет, тут очень хорошие места. Хорошо, спасибо вам большое. Юля, что-то есть добавить еще? Вот основная проблема, как я вижу, этого генплана, это действительно люди и природа. То есть проблема генплана люди? Проблемы, которые создает новый проект генплана, они связаны с людьми, с местными людьми, которые уже живут. В какой-то части города. И с природной территорией, которые, по сути, создают комфортную среду для этих жителей. То есть решая проблемы интересантов, как бы, может быть, более высокого порядка финансовых структур, девелоперов, забыли о тех, кто составляет, собственно, суть города, о самих людях, ради которых это делается, об их комфорте. И вот очень правильно было замечено, что это вызвало ряд частных проблем, но они все типологические, эти проблемы. И Салмычи, и Вознесение, и Нагорный, то футболки, насчет которого я здесь нахожусь, это Казанка, большая зеленая территория на Гаврилово. Они все типологические, они все одного порядка. И, как правильно здесь было замечено, если мы все-таки пойдем от общего к частному, важный недостаток именно проекта, такой концептуальный недостаток, Это достаточно большой документ с теоретической частью, с практическим обознаванием. Но по своей ценности, по своей смысловой нагрузке, он аналогичен, скажем так, техническому плану развития на ближайшие несколько лет. И действительно, это девальвирует понятие генплан как ключевой стратегический документ. Подобные генпланы, они не решают проблемы стратегического развития Казани, в принципе, казанской агломерации. И этот конкретно проект работал прекрасный институт, работали прекрасные специалисты. Были потрачены большие финансовые средства на эту разработку. Я не считала деньги. 85 миллионов рублей, я надеюсь, не долларов, слава богу. И, к сожалению, это все сейчас приводит к такому пшику. То, что мы видим социальные высказывания, напряженность, это все на самом деле такая псевдодемократия, псевдообсуждение. Потому что решения все равно принимаются не на этом уровне и не учитывают ключевых моментов. Что можно было сделать на самом деле? Юлия Ивановна, вы так говорите, что мне остается только вот взять и сказать, ребята, заканчиваем закона. Но мы, тем не менее, что-то хотим обсудить и к каким-то выводам прийти. Не будьте так пессимистичны. Мне очень жаль, на самом деле, что здесь не пришли ни представители власти, ни представители генпроектировщиков, потому что многие из этих реплик, наверное, было бы справедливо адресовать им и получить от них ответ. Я хотела сказать вот о такой проблеме. О ней, наверное, никто не скажет. Сейчас все, что связано с планированием территории, я говорю как специалист именно в области терпланирования, а сейчас даже не как активист. Мы не только жители, не только здесь находящиеся, слушающие, в принципе, население Земли сейчас стоит на пороге очень больших изменений. Еще в 70-х годах прошлого века Медоус, Пестель, за ними еще ряд исследователей, сделали расчеты. И копийцы наши российские тоже делали расчеты. Они анализировали различные параметры, но все пришли примерно к одной точке, что с 2015 по 2040 года возможны серьезные, критические, можно сказать, катастрофы планетарного масштаба. Они могут быть вызваны в разных расчетах, разными причинами. И перенаселение, и технологические проблемы, и истощение биоты. То есть человеку в том мире, который сейчас сформулируется… И по другому уровню мирового океана. Да, места может не найтись. И вот это мощнейший вызов. Существует мощнейшая научная доказательная база, которую можно было анализировать на данных показаний по нашему конкретному региону. Потому что сейчас нет единых правил. Скажем так, была конференция ООН в 2002 году. Страны не договорились. Не существует единственных региональных правил, по которым должны развивать устойчивость территории разные регионы. Но это не значит, что регионы не должны эту работу проводить. И в рамках генплана такие расчеты на нашем материале. Какие у нас опасности? Какие у нас критические ситуации могут возникать? Чего нам стоит бояться? А и самое главное, что позволит сделать города или агломерации Татарстана, и в том числе Казань, устойчивыми? То есть такими, которые даже в случае наступления этих кризисов сохранят своих жителей, сохранят их численность, их здоровье. Какие должны быть параметры этих городов? Вот об этом, к сожалению, в этом генплане нет ни слова. Я думаю, Юлия Ильдаровна, спасибо вам, во-первых, за то, что вы подняли нас на такой глобальный уровень и опустили в океанические глубины. Вот так у вас амплитуда выступления. Но я довольно скептически отношусь ко многим решениям органов власти и управления. Но здесь я, наверное, должен сказать два слова в их защиту. Если уж в ООН не сумели договориться о критериях и общих правилах, да, как строить концепции регионального развития, развития городских агломераций, требовать этого от института генплана Москвы, или тем более, ну скажем, от советника меры господина Фомина, ну, наверное, это как-то... Хотя я понимаю, что к этому надо стремиться, что это действительно то, о чем вы говорите, это очень злободневно. Все включено, вы можете говорить, если есть. Если я вот продолжу, может быть, то, с чего начала Юля, вот знаете, что касается института Непигин, плана развития Москвы, это ведь классические вещи существуют. Есть вопросы развития городов в гармонии с окружающей средой, и уж эту теорию они прекрасно знают, и эта теория, она общеизвестна для многих градостроителей. Я о многих из них слышала от градостроителей, а даже не от экологов, например, концепции живого ландшафта, концепции экологического каркаса, концепции зеленых коридоров, вот эти концепции открытых пространств, скажем так, да, то есть они все работают на то, чтобы город был экологичен, чтобы город был благополучен. Концепции работают? Не концепция. Работают, если их осуществляют, естественно. Это все концепции будут работать, если их осуществляют. Городостроители. Поэтому, когда города развиваются, существуют определенные нормы вызеленения, существуют определенные теории о том, как надо развивать города, в том числе исторические, старые, к какой относится Казань. Она достаточно проста изначально в своем построении. Она шла в радиальном развитии. От Кремля мы шли и многому способствовали водные объекты, потом зеленые массивы, которые входили в планировочную структуру. Носились какие-то изменения в связи с расположением природных объектов. Да и те же самые враги, о которых сейчас говорили. Не надо ничего в них, ни дороги прокладывать, ни гаражи строить, ни подземные. Как правило, это места сохранения какого-то особого биологического разнообразия, которое только здесь и может быть встречено. Да, у нас во врагах кто-то только не сохраняется. Ну, в том числе и асоциальные элементы, я так понимаю. Поэтому, когда мы рассматриваем генплан через призму концепции развития городов в гармонии с окружающей средой, мы увидим, что вот этот генплан, он ему не отвечает. И мне это очень обидно. Видите, я работала как консультант, как эксперт во многих генпланах и в прикорректировках генпланов. То есть за свою жизнь мне пришлось четырежды участвовать в этих работах. И поэтому, может быть, больше всего каких-то таких, скажем так, неположительных моментов обнаружилось именно в этом генплане. Но здесь вы не работали как эксперт. Что? Я приглашалась периодически. Как эксперт, периодически приглашалась. Причем была обозначена в документах на приглашение как житель города Казани, как, кстати. Красота. И мы все практически архитекторы. Мы, конечно, жители, да. И поэтому вот я помню, сколько проходило, как присутствующий эксперт, я помню, сколько проходило заседаний по дорогам. Их было великое множество. То есть каждый раз по экологии одно-два, например, а по дорогам несколько проходило. И вот был такой очень сильный перекос на дорожное развитие. И теперь, когда мы видим генпланы, когда мы видим огромное количество дорог, и мы слышим, например, ответ, а эта дорога должна быть здесь проложена. Она должна быть, потому что вот эти два поселка надо соединить друг с другом. А то, что эта дорога проходит, извините, через ценнейшие природные объекты, это как бы не должно никого волновать. Понимаете, вот это слово должно. Она по жилью Лескому проходит, не только по природным объектам. Она и по поселкам проходит. Поэтому вот когда вдруг пошла волна десяти, по-моему, поселков, десяти населенных пунктов о том, что дороги затрагивают их жилье и затрагивают природные объекты, расположенные рядом, то и пошел некий перекос внимания именно на эти проблемы. А вот именно на проблемы экологии, я считаю, на экологические проблемы, они только все время в скользь всплывали. Хотя по ним колоссальное количество замечаний, вот именно в отношении генплана, колоссальное количество замечаний. Я всегда печально шучу, что жители еще могут протестовать, а белки и лисицы в пикеты не будут. Понимаете, поэтому вот у меня такая печальная шутка просто есть. И я могу назвать вот природные объекты, которые очень сильно страдают в результате генплана. По многим из них еще надо изучать ситуацию. Иногда вот смотришь на генплан, кажется, вроде бы нормально, начинаешь влезать глубоко, рассматриваешь со всех сторон и видишь, что нет, оказывается, тут тоже есть воздействие. Очень сильно страдает Белянкинский лес, который находится вот, Аки, Дербышки, я тоже поклонник всех этих территорий и житель в какой-то мере. Белянкинский лес – это вообще территория, скажем так, стратегического ресурса. Это зона подземного водозабора. Белянкинский лес стоит на подземном водозаборе города Казани. Это знаменитые Белянкинско-Акинские ключи, которые еще в 1866 году наши казанские химики рекомендовали для водоснабжения. И это первый казанский водозабор, это исторические места, это культурные места, это места, связанные с прохождением войск Азенской дивизии. И вдруг по ним прямо спокойно со всех сторон застройка, и неважно, что тут родники, ключи, истоки речек, да, неважно. Вот везде плотная застройка. Более того, застройка прямо непосредственно в сам Белянкинский лес, внутри него, на поляну. Вот это, знаете, ничего кроме потрясения от этого не испытываешь, потому что понимаешь, что стратегический ресурс, он тоже может быть уничтожен. У меня одна реплика по этому поводу, и один, может быть, дикий вопрос. Давайте я начну с дикого вопроса. А вот существует такая структура, как природоохранная прокуратура, или что-то вроде этого, существует. А это не может войти в зону компетенции именно прокуратура? Ну, кто-то же должен надзирать за соблюдением, в том числе и природоохранного законодательства, если в заповедной зоне начинают строить. Но это же прямой, по-моему, повод или причина. Вопрос совершенно справедлив, но я скажу вам, как работает природоохранная прокуратура. Она работает конкретно по делам, по фактам навышения. Вот если есть нарушения, они выйдут. Но если при этом окажется, что все документы будут разрешительные в порядке, несмотря на то, что идет уничтожение природного объекта, прямое, то прокуратура разведет руками и скажет, документы в порядке. И мы с этим сталкиваемся постоянно. Что? И умоют руки. По сути, да. По сути, да. Мы сталкиваемся с этим постоянно. То есть вот уровень генплана сейчас, он очень в этом плане опасен, потому что он примет решение. В соответствии с ним начнутся приниматься следующие решения. Выстроится вот эта цепочка документов, в конце которой будет уничтожение, например, природного объекта. И все будет в рамках закона. Мы вас уничтожим в рамках закона. Я понял. Я вот теперь после этого дикого, наказывается, не совсем он дикий, вопрос возвращаюсь. Если кто-то, может быть, обратил внимание, вот Юлия Ильдаровна, когда выступала, она мельком так по церединку, но сказала, прозвучала, если я неправильно запомнил, вы меня сейчас поправите, что генплан удовлетворяет интересы девелоперов и финансовых структур. А нельзя ли конкретизировать вашу позицию? Не хотите ли вы тем самым сказать, что, собственно говоря, в интересах этих структур он и делался? По сути, я думаю, так оно и есть. Ну, если это так и есть, тогда о чем мы сейчас тут, о каких белянках и кузнечиках говорим? Я всегда верю в здравый смысл. Если бенефициары там. Вот знаете, я всегда верю в здравый смысл. Когда вот в 2008 году был проект на архитектурный семинар, а мне вот как бы периодически удается в этом участвовать, и мне тоже пришлось там быть экспертом, речь шла о том, что на самом деле любая территория, любой город может развить очень небольшую территорию. Александр Васильевич, поправьте, если я не права, то ли 30 гектаров, то ли 30 квадратных километров. 25 гектаров. В течение года. То есть скорость развития города любого. Освоить 25 гектаров в течение года. Это возможности. Да, американского, европейского. Не более того. Не более. Вот 25, по-моему, 30 гектаров было. И, соответственно, говорили, что вот если вы берете генплан города, вот смотрите, как он может развиваться, вот ориентируйтесь на эту цифру. То есть все мощности и возможности города по средним меркам, скажем так, мировым меркам, это 25-30 гектаров. Все. И поэтому, когда мы вот сейчас смотрим на то, что как бы вот такой мощный, прорывной во все направления начинает работать генплан, причем он работает ведь на уплотнительную застройку, по сути он работает, то начинаешь задумываться, в общем, как это все будет осуществляться и насколько это действительно соответствует, мы скажем, мировым, ну, мировым, так скажем, критериям. И я еще чуть продолжу вот по поводу транспорта, что вот было очень большое обсуждение по транспорту, но обратите внимание, несмотря на то, что больше всего этот вопрос обсуждался при подготовке генплана, самое большое количество вопросов возникло именно в связи с транспортом. И при этом сразу нам проектировщики говорили, что они вызвали вот целую команду, что они по ночам выезжают на территории, что они работают с жителем, и мы вот тут поправим, тут поправим, тут поправим. Но у меня в таком случае вопрос, ну хорошо, а по остальным-то территориям тоже огромное количество вопросов возникает, а по ним, когда ночами будут выезжать проектировщики, будут приглашать, так скажем, толпы экологов для того, чтобы с ними ходили и показывали, когда это случится? Но там ничего нет. Но мы опять возвращаемся к вопросу о стратегическом мыслении или о его отсутствии. У меня просто спасибо, Дэвисам Анасур, но у меня об уточнении, Александр Алексеевич, вот вы сейчас обменялись уточняющими фразами, минуточку, о том, что 25 гектаров – это тот ареал, который реально социум может освоить в течение года. Я читал, может быть, краем глаза только видел, но, по-моему, Викулов, представитель Гаогенплана Москвы на одном из слушаний сказал, что территория Казани примерно равна в настоящее время территории Москвы, если смотреть ее в пределах МКАД. Но при этом в Москве в пределах МКАД живет около 10 миллионов человек. В Казани со всеми присоединенными, даст бог, если живет миллион двести. Как вообще такое возможно? Вы сейчас сказали, что ведется тенденция к уплотняющей застройке, а если верить этим цифрам, да, вот сопоставить население Москвы, умещающиеся на этой территории, население Казани, то получается, что у нас пустой город, что у нас очень маленькая плотность населения на квадратный километр. Вот у нас такая ситуация, что примерно на 150 квадратных километров центральной части города живет 850 тысяч человек. Это плохо. На 150 квадратных километров остается еще, сколько там, ну почти 400. 400, да. На них живет, значит, все остальные. То есть вот такая здесь пропорция, такой неравномерности. Вот если тут открыть вот этот чертеж, то это видно. И что с этим, ничего не собираются сделать разработчики вот этого проекта генплана? Это нормально? Они нет, ничего не собираются, особенно ничего не собираются делать. А то есть они считают, что это нормально, что ли? Это вот так и должно быть? Или как вы считаете? Хорошо, я переформулирую. Я так не считаю. Но это к чему приводит на самом деле? Вот мы говорим про экологию, про зеленение, про транспорт. На самом деле получается, что у нас основная часть транспорта идет через центр. У нас сегодня такая ситуация произошла. Вот когда мы собирали материал в 2002 году для того генерального плана, который в 2003 начали разрабатывать, мы проводили обследование, и у нас на территории Бауманского, тогда был Бауманский район, и Вахитовского района было примерно 40 тысяч рабочих мест. Сегодня же на этой территории вот уже обследование провели к новому генеральному плану 175 тысяч рабочих мест. То есть центр все время уплотняется, все эти люди, которые туда приехали на работу, они, во-первых, многие приехали на машинах, к ним приезжают еще и посетители, клиенты, и они тоже на машинах. Поэтому центр забит машинами и переполнен. А другие территории относительно свободны. Более того, что по зелене теперь возьмем. Если мы посмотрим, то у нас где-то, наверное, процентов 40, если не больше, вот тут, может, Мансур лучше даже меня знает, это Лебяжье, основной массив леса, который нам дает процент озеленения города. А во многих территориях вообще практического озеленения нет. Лесцентр практически вообще без озеленения. Что там у нас есть? Этот Лицкой садик, Эрмитаж, там Черное озеро, и все. А вот эту задачу Гимблан вообще не пытается решить. А кто-то может сказать вообще, ведь существуют нормативы озеленения, да, в городских? Вот сколько, если от норматива Казань, сколько имеет процентов? 20-15, меньше? Да, где-то порядка 20% у нас с небольшим. Вообще, как бы... Это еще от советских нормативов, насколько я понимаю, да. А вообще, как бы, все такие специалисты, они все считают, что где-то 30% это минимум. Вообще, лучше, если 50 зеленых территорий в городе. Так, давайте уточним, что имеется в виду 50? 50% территории должно быть занято зелеными насаждениями? Именно так, да? Да. Все туда входит, но при этом, видите, еще важно, чтобы эта зелень была более-менее равномерно распределена по территории. А не то, что у нас основной массив зелени – это массив Лебяжьего. Ну да, легкий даже и дышать. Если маленькую, да, Эра. По поводу степени озеленения, существуют различные нормативы, в общем-то. На самом деле, надо, чтобы было не меньше 40-50, даже 55% там для промышленных городов, чтобы озеленение было от площади городов. Нет, есть города, которых достаточно высокая степень озеленения, да. Но на самом деле, это беда многих городов, особенно старых, нехватка. По официальным меркам у нас порядка 20%. Мы считали, в 2007 году у нас получалось меньше, да, у нас получалось поменьше, потому что учитывается площадь не просто каких-то насаждений, а садов, общественных садов имеется в виду, парков, скверов и насаждений улиц. А вы, как понимаете, в каждом парке есть и асфальтовая территория. Поэтому вот эта официальная статистика, она никогда не ввязалась с результатами исследования. Вот сейчас Айрат пока говорит свою реплику, я попрошу ребят запустить, у нас тут в порядке то ли анекдоты, то ли что, мы сейчас вам покажем один маленький сюжетик по поводу зелени и как это делается. Ремарка такая по поводу генплана, у них предусмотрен рост территории ООПТ, особо охраняемых природных территорий, рост зеленых, то есть рост зеленых территорий вроде бы есть по этому генплана. Но был задан вопрос на общественных слушаниях, за счет чего происходит этот рост, который у вас показан в презентации. По-честному... Извините, там, по-моему, чуть ли не в 7 раз обещано увеличить. Нет, не в 7, там было 12%, стало там 15% условно. Был задан вопрос. За счет дворов? Лично я задал вопрос. Нет, Григорьев отвечал на него и по-честному ответил за счет присоединения сельхозугодий. Только за счет присоединения окраин у нас происходит рост зеленой территории. Но ни одного нового ООПТ на территории Казани не появляется. То есть у нас получается с окраин еще более-менее зеленка, пока ее не отрезали. А вот в Новом Саидовском районе у нас и существующая начинает резать роща на Гаврилово. Ну, этих проблем много. Сейчас как раз мы к Ново-Саидовскому району. Давайте посмотрим один маленький сюжетик. Я думаю, что Мансуровна здесь впрямую касается ее прошлых битв. Это вот, видите, да, что это такое? Помните прошлые битвы? Да, 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 да. Я просто хочу сказать, что я сам там неподалеку живу. Вот сейчас камера панорамирует. Это вот так называемый жилой комплекс столичный. Вот в 2010 году, когда я переехал там на Нигматолиную квартиру, там висела такая аппликация. А это было заболоченное место между дворцом ведных видов спорта, Чистопольская, Сибгата, Хакима и вот Нигматолин, такой кусок. И там была аппликация такая, что вот здесь будет парк разбит. Прошло три года, значит, вместо парка с Ваенобилевым стал возникать этот комплекс. Там жильцы какие-то активность проявили, стали спрашивать, там кого-то выдернули из местных администраторов. Их успокоили, говорят, не беспокойтесь, принято решение, парк будет от дворца водных видов спортов вдоль показанки до моста Миллениума. Вы, наверное, в курсе, да, такой идеи? Две недели назад, я вам хочу сказать, мы весь сюжет уже показали, да, все? Две, по-моему, недели назад на том участке, который обещан под очередной парк, заработали свои бойки. Паспорта объекта там нет, поэтому что-то сейчас сказать было бы опрометчиво, да, ну, бездоказательно, я уточню. Но, тем не менее, я абсолютно не удивлюсь, если там вместо парка опять появятся 3-4 таких 25-этажных свечки жилых, и все будет в порядке. А вы бились за то, чтобы там вообще, по-моему, Гавриловы не застраивали улицу, вас беспокоили там, извините меня. Я не знаю, в данном случае, какую историю вы вспоминаете, потому что историй было много, да, истории было много. Выберите себе, но по вкусу. В 2007 год, когда мы проводили инвентаризацию в Новосоюзском районе, было озеленение процентов 8-10 по разным меркам, когда мы оценивали. То есть на очень плотный район со значительным количеством населения, это один из самых густонаселенных районов, было всего, вот по разным меркам, у нас от 8 до 10 процентов степени озеленения. После этого случился 2009 год строительства объектов универсиады, которые пришлись на пойму реки Казанки. И вот вся наша многострадальная пойма Казанки сейчас стоит в очень красивых спортивных объектах, и, наверное, не в период чемпионата мира бы об этом вспоминать, когда у нас у всех, так сказать, патриотические настроения, да, но в реальности и футбольный стадион, и дворец водных видов спорта построены за счет зеленой зоны, причем шикарнейшей зеленой зоны. Это были водно-болотные годы, это были пойменные леса. Сергей Германович у нас здоровье, наверное, оставил на отстаивании вообще вот этой территории. Причем это были места лесов, не просто лесов, это были старые дубравы, это были дубы 150-летнего возраста, вот какие останцы там оставались. Это были старые липы, там 70-80-летние. И более того, там были места обитания 18 видов, занесенных в Красную книгу. В том числе, вероятно, одна из крупнейших популяций очень редкого вида ужовника обыкновенно. Вот мы часто об этом говорим, что это все было. Сейчас от всего этого великолепия, былого, остался крохотный кусочек, небольшие крачковые озера, прижатые к мосту Миллениума. Но и через них по новому генплану сейчас планируется строительство дороги. Хотя там совершенно тупиковая ситуация. А там-то еще куда дорогу строить? Около дворца единоборств получается, там небольшие крачковые озера с колонией крачки. И опять-таки через эту территорию, которая потенциально должна быть ООПТ, по генплану сидит дорога. И все вопросы по поводу, почему она здесь, она же прямо в тупик выходит, она выходит на мост Миллениум сразу, хотя могла бы обойти. Сводится на нет. Ну так вот, я просто продолжу, что строительство, застройка территории Новосовенского района в пойме реки Казанки 2009-2011 годах, по нашим подсчетам оценка экологического ущерба составляла, причем это мы официально считали для проектировщиков, составляла порядка, дай бог память, 3 или более, 3 с хвостиком миллиарда рублей. Не миллионов, 3 миллиарда рублей. Чтобы вы понимали, это просто порядок цифр экологического ущерба, который в этом случае был нанесен. То есть, все строительство оценивалось, по-моему, в 14 миллиардов, а нанесенный ущерб оценивался в 3 с лишним миллиарда. И степень, я просто продолжу, и степень озеленения у нас после застройки поймы упала в два раза. И сейчас у нас в Новосовенском районе 4-5% степени озеленения. И это та самая полоска улицы Гаврилова, с которой жители бьются. И это крохотный парк Победы с чахлами, скажем так, ивниковыми зарослями. То есть, это не леса, это просто небольшие кустарнички идут. И, собственно говоря, два озерка. Там еще у нас есть Чайковые озера, где тоже есть озеленение, вот тоже такое же чахлое. Около седьмой больницы. Вот это все озеленение Новосовенского района. Я сама житель Новосовенского района, мне не безразлично, чем я дышу. Понимаете, совершенно не так. Мы с вами земляки в этом сеть. Мы земляки, да. Спасибо, написан Мансурда. Там еще предусмотрен мост по кент-плану на новаторов, вот на русскую Швейцарию. У нас будет мост проходить через, насколько я понимаю, через сады. И уничтожаются нисколько даже зеленые территории, родники, вот это водное пространство, там уникальные родники текут. И я сейчас один момент только скажу. У нас помимо Казаньки есть еще проблема Ноксы. Она никак в генплане не отражена, хотя Ноксы входит, насколько я понимаю, в Куйбышевское водохранилище. Мы эту воду тоже пьем. Нокса у нас тоже активно застраивается по территории всей Казаньки, вместо того, чтобы там появились экологические набережные, велосипедные. Уже были, да, деспоты по поводу Ноксинского спуска, Ноксинского леса были протесты. Они даже не были связаны с этим проектом генплана. Безотносительно этого проекта были уже выступления. Я не только о Ноксинском спуске, я о всем протяжении реки, которая проходит через значительную часть территории Казани. Плюс еще река Кендерка, которая у нас в восточной части города. Вы не застали советские времена. Я вам могу сказать, как в советские времена говорили про Ноксу. Надо внимательно смотреть, что там сегодня было на Комзе. То есть потечут, потекут там соли тяжелых металлов или нет. То есть что там текло по этой Ноксе, это отдельная песня, конечно. Несколько слов по поводу мостов через Казанку. Планируется два моста, на самом деле, через Казанку. Один в районе поселка Торфяной, другой здесь в центре. Значит, по этому поводу, значит, в центре мы дали предложение. Там два альтернативных варианта против существующего рассмотрены. Значит, один вариант с выходом в другое место несколько, но он мало отличается, так сказать, от первого. Единственное, что он спасает природный участок, который там естественного леса остался, уникального фактически, да, через который сейчас вот эта вот транспортная дорога должна пройти. Там последняя популяция архивных видов, которые в Казани остались, остальное все уже уничтожено. Значит, да, не остров, а на побережье, напротив его как раз. А есть вариант, когда, да, причем это планировалось не мост, а именно дамба следующая, да, но эту дамбу можно сделать, на самом деле, если задвинуть это в край всего водноболотного комплекса, поскольку с краю, вблизи стадиона планируется яск-клуб и углубление акватории. Так вот, как раз обслуживание акт-клуба и прочая дорожка не массового движения, а только для автомобильного легкового транспорта и велосипедов она может выйти на улицу, значит, напротив, где там улица Лесная, что ли, да, или какое-то вот такое название, сейчас точно не помню, да, тогда она выходит на сибирский тракт на развязку и немножко развязывает другие мосты. Это, в принципе, возможно с минимальным относительно экологическим учебом сделать. А вот что касается мостового перехода от Гаврилова, значит, в районе Савиновки, да, значит, на Торфеной, то там она тоже планировалась по ценным природным угодьям сначала, но еще в ходе разработки генерального плана удалось это скорректировать, и они сейчас отодвинули это к садам, не снося сами сады, она пройдет там мимо, также по природным угодям, но все-таки по местам, в которые не включают сейчас редкие виды. Насколько я понимаю, Сергей Германович, правильно ли я вас понял, что мы здесь за час работы дискуссионного клуба впервые услышали несколько слов, но если не в поддержку, то хотя бы в защиту проекта Генплана, который мы обсуждаем, что оказывается что-то делается с минимальным ущербом для экологии, или планируется сделать? Ну, планируется, да, и потом еще вопросы, значит, все эти предложения будут учтены, потому что бывает так, вот мы какие-то предложения давали, по охраняем территориям, потом следующий вариант генерального плана, промежуточный рассматриваем, они опять не учтены, опять мы ставим этот вопрос. Этого в проекте Генплана нет, это вы свои предложения озвучили сейчас? Да, а вот по поводу моста у поселка Трофеной, там скорректировано, это и есть в Генеральном плане, да, это сделано. То есть мы не можем сказать, что вообще ничего не слышат, вопрос как слышат и насколько, да? Наборно еще говорят, что все-таки у нас... Да, 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 были еще слова. Значит, Токир Генплана, что-то вы тоже хотели по поводу транспортного цеха, да, у нас начальник... Не только транспортного цеха. Как в старом анекдоте, да? Все-таки самая большая угроза природы, которая сейчас как бы предвидится, это гибель лебяжего леса, вот, значит... Мы плавно переходим к высокоскоростной дороге Казань-Москва или Москва-Казань. Хотя в Генплане про высокоскоростную магистраль там фактически не поминается. На самом деле они нарисовали вот эту трассу через лебяжью. Значит, как бы железнодорожники говорят, что трасса будет по эстакаде, но генпроектировщики, значит, там еще нарисовали автомобильную трассу. Но она предполагается, видимо, тоже по эстакаде, если уж. Дороговато. Да, скорее всего, это исключено. Вот. А мое мнение примерно такое, что, скорее всего, этой высокоскоростной магистрали не будет в ближайшие 10-20 лет. Абсолютно правильно. То есть, трасса, вот это будет, лес будет уничтожен, будет построена автомобильная магистраль, построена будет. А когда автомобильная магистраль будет, то и там будет и город. То есть, вот единственный вот у нас большой массив, который в городе есть, а пока он большой вопрос. Вы сейчас высказываете предположение. Давайте уточним. В проекте Генплана вот содержится нечто такое, что мы независимо от ВСМ все равно там будем вырубать. Да? Да. Это точно? Да? В сроке эстакадной автодороге заложено. И потом еще сейчас планируется как бы продолжение Москвы-Казань до набережья Силуна фактически. А сейчас, значит, выезд из города. Об этом многие еще не знают и не говорят. Значит, от Казани-2 должна пойти на Дербышки, должна сноситься Дербышки. А потом, значит, по коридору железнодорожному до Кендерей и потом, как непонятно, то есть еще баталии предстоят вот те, кто защищает вокруг дороги. Понятно. У меня один вопрос общий, если позволите. Вот мы говорили сейчас достаточно много. В этой части нашего обсуждения была посвящена экологическим вопросам и связанным с ними транспортом. Но иногда у меня складывается впечатление, что это общая такая драма урбанизации. Просто общая или трагедия, если угодно, урбанизация. Может кто-нибудь из присутствующих привести? Сейчас, Юля, если можете, берите сразу микрофон. Пример, когда какая-то городская агломерация или какой-то город отдельный, у нас ли в России, за пределами России, развивался и развивается таким образом, чтобы все вот эти тюнички, все эти растения, то есть, короче, экосреда при этом не страдала. Но вот мне кажется, это невозможно все-таки. Как, но все равно мы ее зацепим. Ближайший сосед – это Нижний Новгород. Вот ближайший сосед, с которым относительно благополучная ситуация. Кстати, там и экологи достаточно продвинутые. Они в плане экологического образования очень много работают. Министерство экологии очень зубастое, я бы сказала. Транспортники как бы тоже достаточно активные. То есть, это то место, куда можно съездить и посмотреть на опыт, да? Очень много особо охраняемых природных территорий внутри города. Они не боятся этого. Они в свое время, вот все родники, священные рощи небольшие, там три дерева все равно опыты. Береговые зоны, острова, они сделали их особо охраняемыми природными территориями. У них, например, есть парк прибрежный, который идет вдоль океана. Он же многие километры идет. Это именно парк. Слушайте, и это вот было до принятия нового градостроительного кодекса Российской Федерации. Это давно, это политика. И это было проведено решениями местных властей, да? Очень продвинутый губернатор прежний у них вот очень активно все это поддерживал. То есть, пожалуйста, это Нижний Новгород, это ближайший к нам город. И то жители настаивают, требуют. Ну, аппетит известный, когда приходит, да. Я специально изучала Варшаву. Ездила туда, смотрела как урбанист для того, чтобы понять, какие сценарии могут быть для Казани. Варшава похожа. Посреди протекает Висла, делит город на две части, старую и новую. И численность миллион семьсот жителей, в принципе, перспективно тоже близка. Так вот, там буквально мы встречались в мэрии, в комитете экологии Варшавы с представителями мэрии. Он сказал, буквально пару лет назад, после больших дискуссий в городе, было принято решение, что низкий затопляемый берег Вислы, очень похожий, мы все это фотографировали, очень похожий на нашу казанку на Гаврилова, остается диким, можно даже сказать, неблагоустроенным. То есть там благоустройство есть, это урны и дорожки, грунтовые и велодорожка, единственная, которая проходит вдоль берега. И большая полоса, примерно от 500 метров до километра от берега, это все зеленая зона, там люди отдыхают, там прекрасные заливные такие пойменные участки, там птицы. В общем, картинка вот один в один наша территория на Гаврилово. Другая часть там более урбанизированная, и то, если там принимается решение о том, что строится набережная какая-то, то она содержит несколько слоев. Сначала променад, допустим, под ним парковки, под ним торговые центры, под ним трассы автобусные. Вы начали рассказывать, я сразу подумал про нашу набережную, но когда вы продолжили, я уже понял, что это не про нашу. Это не про нашу набережную, вот это действительно, это не про наши примеры, а пример той же самой Ванкувера, большой Ванкувер, наша климатическая зона, 2 миллиона жителей. Там чётко разрабатывался стратегический план развития Большого Ванкувера, согласно которому был определён процент природных территорий, 37% по городу сохранённых. Из них 50%, то есть почти 20%, это особо охраняемые природные территории, остальное – парки, скверы, променады. И там сделано и крышное озеленение, там есть места, где на крышах домов гнездятся птицы, сохраняется трафик, через лес сделаны пути, проходы. То есть лоси могут от одного конца города пересечь его, выйти на другую. Маленькое уточнение. Вот вы всё это смотрели, а вы смотрели бюджеты Ванкувера, например, и Казани. Грубо говоря, понятно, к чему я клоню, да, то есть кто-то может купить Месси за 222 миллиона евро, кто-то купит Азмуна за 3. Естественно, поэтому я сравниваю всё-таки с Варшавой, да, которая имеет близкое прошлое, близко социально-экономические какие-то общие точки развития, да. И мы сейчас ещё можем стартовать с того, с чего, может быть, они стартовали 20 лет назад, да, если не наделаем новых градостроительных ошибок, да. И вот эти вот год я с жителями, с Гаврилова, да, которые очень хотят, чтобы там сохранялась зелёная зона, они даже есть здесь в зале, да, пришли. Почему должны быть ещё зелёные зоны, почему мы говорим даже не об экологии, мы говорим именно о качестве жизни людей. Нельзя разделять, вот урбанизация вот здесь, а природа вот здесь. Сейчас 9 миллиардов жителей в мире, да, поэтому всё, что есть, это уже антропосфера, да. И мы можем говорить о том, как сделать город комфортным. Для этого эти зелёные зоны должны быть в определённом шахматном, скажем так, порядке, да, то есть они должны сохраняться внутри за счёт старых ценных природных территорий. Я хочу сказать не про Ванковер, не про отдалённую территорию, я хочу сказать про Ульяновск. Нет, у вас впечатляющий пример был с Нижним Новгородом. Нижний Новгород, это он не один такой город, у нас ещё один сосед, Ульяновск. Ещё в 90-е годы при зелёном мэре, там был зелёный такой мэр, и при, скажем так, благоприятной работе Министерства экологии, там был создан внутри города крупный парк на такой пойменной территории, парк Чёрное озеро. Это северный, да, за речкой? Нет, наоборот, это центральная часть, экологический парк около университета, то есть вдоль реки Свияги была пойменная территория, и там создаётся крупный пойменный парк, вот так и назвали экологический парк Чёрное озеро. Чёрное озеро абсолютно заболоченное, по нашим меркам, у нас бы в Казани все фыркали на него и говорили бы страшные грязные болота. Но когда туда подходишь, вот дома 9-этажные, вот болотца вот это начинающиеся, и когда оттуда выплывает штук 50 лысух, видов редких, начинаешь понимать, чего они добились. Это был зелёный мэр. Слушайте, а вот люди там ходят, да, вот вы всё это знаете, у вас каждая птичка, каждая зверушка, она для вас конкретна, да, вы биолог, вы это всё знаете. А вот пришли, грубо говоря, там, ну вот мы, да, а вы говорите, сколько там, кто, лысухи выбегают? А мы даже, нам и не ума-то, кто, чё, какие лысухи? Лысуха-чёрная уточка с белым носом. А мы как совершенно дикие люди. А можно я скажу в более простой категории? Вот там, где есть редкие такие ценные виды, да, я, поскольку мама, у меня двое детей, я всегда объясняю. Я вас поздравляю. Там, где могут выжить в городской среде редкие ценные виды, там же хорошо и детям, там же и хорошо гулять беременным, у них будет меньше патологий беременности. И доказанная цифра, вот если в 15-минутной пешеходной доступности от людей есть парк, где можно гулять, уровень повторных инфарктов в два раза ниже. А повторный инфаркт – это, как правило, смерть. Очень часто второй инфаркт, бывает уже второй или третий, в два раза ниже риск повторных инфарктов. Поэтому, когда… А там 4% озелительных. Да, там 4%, 10 раз ниже, чем положено в устойчивых городах. Понимаете, почему жители Новосайденского района так вцепились, буквально вцепились в этот последний кусочек на Гаврилова? Не все знают животных. Они, конечно, понимают, что животное здесь есть. Они вцепились, инстинктивно может быть, в свое право на жизнь, в свое право не умирать от повторных инфарктов, инсультов, рожать здоровых детей и гулять с ними. Вот о чем речь-то. Можно витарический вопрос, да? Кому? Вообще, ну, может быть, Кальберту Микболу, да? А, кстати сказать, Айрат подал хорошую мысль. Коллеги, я понимаю, что здесь представители СМИ присутствуют. Мы, наверное, уже у нас время потихонечку начинает поджимать. Будьте готовы задать по одному вопросу, если мы что-то здесь не договорили, на финише. Не возражаете, уважаемые спикеры? Да, короткий вопрос, короткий ответ. Вас устраивает, коллеги, такая схема? Нормально? Все, спасибо. У нас вот этот генплан посчитан в том числе с экономической точки зрения, что он несет, какой эффект экономический он несет городу. Но у нас не посчитано, вот есть у нас экологический ущерб, да? Но не посчитано, сколько вот болот с уничтожаем, а это не только то, что мы им дышим. Выражается языком финансистов, не посчитано упущенная прибыль. Да, да, альтернативные издержки. Есть ли вообще у нас методика, которая считает полностью, полностью вот это, и учтена ли эти расчеты в генплане? Это большой вот вопрос. А в генплане? И у меня вопрос тоже второй тогда уж раз. Здесь у нас все-таки дискуссия, да, у нас здесь могут быть разные точки зрения. Я очень поддерживаю то, что говорит Тахирабэ по поводу развития, ну, концептуального развития города. Но здесь прозвучал такой момент, немножко засыпать Волгу, да, метр-полтора. Это интересно звучит. А сушить и застроить, да? Да, это интересно звучит. Вот я просто о мнении не слышал относительно этого у офисе Мансуровны. Ярко отрицательное. Самый ценный ресурс мира – это вода. Не нефть, не золото, это вода. Как на нее вообще можно покушаться? Ну, к водным войнам, я думаю, мы еще придем к несчастью, да, или я имею в виду ныне живущие. Сергей Ирович, хотите что-то добавить? Я хотел бы вот по природным территориям добавить, но не конкретно, да, а скорее, так сказать, даже не концептуально, а скорее визуально. Там вот я не знаю, сейчас за компьютером есть кто-нибудь? Да, есть. Чтобы показать вот картинки, да, там фотографии четыре. Если немного, ладно? Нет, четыре фотографии там всего лишь. Не статья, а где четыре фотографии? Нет, не это, не статья, а четыре фотографии там где. Второй. Так файл называется? Файл, да, файл там, да, второй. Есть, кажется, нашли. Нет, он у вас же перекинут на эту, на стол рабочий. На стол рабочий перекинут файл у вас. Пока, пока ищут эти файлы, да. Вот же он здесь же перекинут на стол рабочий. Общий вопрос у нас, насколько я понимаю, здесь, кроме... А вот же зеленый, вот же он. Кроме Сахира Габдрашитовича чистого экономиста нет, да и вы не чистый экономист. Смотрите, я хочу вам показать, да. Предприниматель. Особенно вот обратиться, значит, к нашей молодежи, да. Поскольку из головы перекачать информацию визуальную в другую голову невозможно, да. Но я, когда был в вашем возрасте, я помню, какая была Казань, какая была Казанка, какие были объекты. И вот это участок, как раз меандры Казанки, ниже впадения Солонки. Там выше Голубые озера, потом впадение Солонки. И здесь до впадения Кендерки вот такой вот участок с извивами реки, который сохранился. Вот те природные объекты, которые мы предлагаем в сохранении, это примерно вот такие участки, везде сохранившиеся в нашем городе. Ценность их просто безмерна. Если вы придете сюда, вы увидите сами. Это такой, даже если вот здесь вот не так много редких видов, хотя, вот скажем, лебедей мы видели. Начали исследование этой территории, мы уже видим, сколько там редких видов. Лебедей видели, например, да, на Казанке. Здесь пара гнездилась где-то в этом районе. Но участок интересен вообще, если закопаться. Вопросы там гидрологические, экологические там и так далее. Это долина древних рек, фактически. Это реки Солонка, Кендерка, Муси. Значит, что удалось сделать, и в этом генеральном плане отмечено. Ниже этого участка огромная территория до аэропорта 22-го завода, значит, планировалось застроить многоэтажными домами. Теперь все-таки генплан, после, ну, я не знаю, давления нашего безмерного, да, все-таки, значит, включено, там 600 гектаров под парк. Но этот парк еще вот этого участка не касается выше. Там идет раздача участков под застройку рядом. И совершенно безалаберно, как это у нас всегда ведется, выделяются границы кадастровых участков. Как они выделяются? Ну, это просто без всякого ума. Ну, да. Потом будут судебные тяжбы, да, вокруг этого всего. Позвольте, добавлю. Чяж-то не будет, потому что делается все по закону, так сказать, но без ума. Тут вот реально сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, когда там уже земля частная. Каким образом в частную собственность попали огромные куски земли с водными объектами, для меня до сих пор загадка. Когда мы ходим по территории на несколько километров, и нам говорят, это моя частная территория. И здесь маркиз Карабацы, и здесь маркиз Карабацы. А тут пойменные озера, а тут, значит, ручьи, а тут старичные озера, крупные устья, кендерки и так далее. И вот начинаешь думать, каким образом вообще это происходит. Эти земли, извините, пожалуйста, что перебиваю, может быть, они просто были в ранге земель сельхозназначения? Это всегда так бывало. Они шли в сельхозназначение, а в реальности, там водные объекты, там ценнейшая природная территория. И вот наше предложение, мы все равно стояли и стоим на этом, не идти вот на какие-то полумеры. И где-то нас главный архитектор города Казани Татьяна Георгиевна Прокофьевна слышит, где-то не слышит. Не идти вот на какие-то полумеры, что вот давайте все-таки 2-3 дороги здесь через эту территорию проложим. Давайте вот здесь жилье, здесь для неимущих, здесь для малоимущих и так далее. А вот все-таки сделать всю эту территорию, ценнейшую, эту древнюю долину реки Казанки с четырьмя притоками, сотней, наверное, водных объектов, которые на этой территории присутствуют, там еще земли Капо, сделать просто ландшафтным заказником, сделать природным парком, сделать опыты местного значения, неважно какой статус. Туристов сюда привлекать. Пусть туристы приходят, ничего страшного, пусть приходят. Самое главное, не застроить эту красоту, не прокладывать через нее дороги. Самое главное, Фесса Мансурова, вам сейчас доказать, на мой взгляд, извините, что я лезу с советом, что это кому-то может быть выгодно. Вот тогда дело пойдет. Скажем сразу так, во всем мире экологически благополучные земли стоят на порядок выше, чем неблагополучные. Я говорю о наших властях, вот как только вы докажете кому-то на уровне города или республики, что если мы сделаем вот этот вот заповедный парк, и он будет приносить куда-то, я думаю, дело пойдет. Вот мы сейчас очень много вкладываемся в Казани в развитие рекреационных зон. А что он там приносит? Сотни рекреационных зон создаются практически повсеместно, да? Многие, может быть, даже перегружены объектами, вот я имею в виду рекреационными, то есть потому что территория, например, небольшая, объектов на ней много, население начинает сразу приходить. Ну, например, даже та же самая набережная. За счет Казанки создана эта набережная, так вот прошла по документам, да? И сейчас на ней есть такое количество рекреационных объектов, что бешеное количество населения туда идет отдыхать. И нам говорят, красиво же, да? Но ведь изначально это создано за счет природного объекта, а следовательно за счет здоровья населения. То есть население недополучает природной среды в этом плане. Поэтому вы подняли вопрос насчет прокуратуры. Я бы хотела вот сейчас очень четко сказать, что работать природоохранные органы должны, не оглядываясь без конца на мнение, скажем так, заинтересованных сторон, да, на мнение тех, кто пытается какие-то развивать территории. Прородоохранные органы должны быть независимы. Они должны работать, не оглядываясь постоянно на мнение вышестоящих органов. Вот когда у нас это произойдет, когда у нас это будет, мы, соответственно, с вами увидим другую Казань. Увидим Казань зеленую. Я боюсь, что мы сейчас воспаряем. Вы же час назад сами же сказали, что они вмешиваются, если что-то не соответствует закону. Но если все бумаги собраны, они умывают руки. И поскольку ментальность такова, что мы там, где есть зеленая точка, мы должны обязательно что-то воткнуть, что из этого должны что-то выкачать какие-то деньги, а ментальность правоохранительных органов ограничена не столько духом, сколько буквой законной и подзаконных актов, но они так и будут действовать. Что-то здесь надо менять. Это менять надо даже на уровне российском, потому что в 2008 году был настолько сильно откорректирован закон об экологической экспертизе, что большинство объектов от капитального строительства, они просто перестали быть объектами экологической экспертизы. И большинство документов просто проходят мимо. То есть они не идут ни на какой вариант экспертизы, имеется в виду в экологическом плане. Можно задать вопрос? Сейчас, можно еще одну реплику по экономике? Если не возражаете, я махну чем-нибудь, когда вопросы перейдут, право вопросов перейдут к СМИ. Окей? Спасибо. Можно реплику по экономике в продолжение? Моя вообще деятельность, и как активиста, и как специалиста, урбаниста, началась с того, что я видела засыпку в займище. Я видела, насколько ужасно, страшно, просто непредставимо, когда песок покрывает живые пространства, воду вместе с зверьми, берега. В общем, все они разбирают. Это действительно выглядит очень страшно. Но при этом по закону эта территория, в том числе и Курбышевское водохранилище, и мелководие реки Казанки, и та территория около Речпорта, мелководная, это все объекты федерального регулирования, это федеральный водный фонд. Существует по закону форма согласования при прохождении государственной экологической экспертизы для создания намыванных территорий. Но органы не требуют у застройщиков, у девелоперов этих согласований. Юлия Ильдарова, может быть, я не прав? Поправьте меня. Насколько я понимаю, ПСО «Казань» сейчас находится в серии исков как раз, в серии тяж по этим поводам. То есть нельзя сказать, что там никто ничего вообще не делал, там предъявлялись исковые требования, и они рассматриваются. Когда шла непосредственно засыпка, мы вызывали многократно органы прокуратуры, они приезжали и говорили, что мы не видим, здесь только песчаные работы какие-то ведутся непонятные, они не требовали согласования, они не останавливали сами работы. И вот по деньгам. Вы сказали, что настолько ли мы богатые, чтобы распоряжаться этими территориями так, как это делают, допустим, в той же Варшаве или в других странах. Вот ту цифру, которую называла Нафиса Мансуровна, 3,5 миллиарда, это только по одному, правильно я поняла, участку территории, ущерб составил при его застройке. То есть это 3,5 миллиарда, по сути, украли у жителей, которые недополучили этих экосистемных услуг. И вот анализ экосистемных услуг, которые дает территория, должен быть ключевым при принятии решений о распоряжении землей. Так называемые ветланды, болотные угодья, мелководья – это одни из самых ценных экосистем мира. Общая суммарная ценность этих систем мира – 4,9 миллиарда долларов США. Юлия Ивановна, спасибо за высказанную аргументацию, все правильно. Я единственное только хотел бы, чтобы мы с вами понимали, вы в том числе, как активисты, как защитники природы, что существует совершенно очевидная ментальность. И когда вы говорите, называете 3,5 миллиарда рублей – это то, что украдено у населения, и власти, и я вас уверяю, я не думаю, что я в данном случае ошибаюсь, и огромная часть населения просто не понимает, что значит у нас украдено. А как они посчитали 3,5 миллиарда эко-ущерв? Ну, поставили дворец водных виду спорта, ну, там кто-то плавает и так далее. Поэтому пока, вот когда это дойдет, это механика, вот эти расчеты, это на самом деле на ментальном уровне надо сдвигать, а это все не делается очень быстро. Потому что люди купаются, отдыхают бесплатно. Вот есть такое понятие, эффект, по-моему, победы, что ли, да, вот социологи поправят, если что, потому что сейчас забыла я точно, как это называется, эффект победы. Вот когда была универсиада, мы все гордились тем, что она проходила, да, но объекты универсиады во многом были построены на природных объектах. Не так уж много у нас было зелени, а до этого у нас было тысячелетие города Казани, где Казань строилась за счет не только исторических, но и зеленых зол. Слушайте, но где-то же они должны быть построены, где? Между прочим, рассматривалась территория Приволжского района, ведь деревня универсиада не случайно туда была отправлена, рассматривалась территория Приволжского района. Но земли там уже все были в частной собственности, и надо было их выкупать. А вот эти муниципальные земли, полоса поймы реки Казанки, оказались тоже подходящими. И главное, что бесплатные. И вот так возникла эта история. По поводу земель. Была реплика землях сельхозназначения и городской застройки. В результате поглощения территории соседних районов в черте Казани оказались сейчас несколько десятков тысяч гектаров земли. И со своими собственниками. Чтобы там о порядках говорить, если сельхозземля порядка 20 тысяч гектаров, а уже промышленная или жилищная, это минимум 20 миллионов рублей. То есть это несколько сотен миллиардов рублей. Это вот такое коррупционное давление на городскую инфраструктуру и на городскую политику. Вот. У меня мнение однозначно. Значит, вот эти сельхозземли надо изъять, значит, в муниципальную собственность с передоставлением тоже сельхозземель собственникам в соседних районах Татарстана, где бы они более там комфортабельно занимались бы сельским хозяйством. А иначе, в общем-то, в городе развития не видится. Не хотелось бы заканчивать на пессимистической ноте, но я понимаю, что все уже довольно основательно устали, в том числе начинают уставать и спикеры. Давайте мы потихонечку будем подводить итоги. У меня на финише два вопроса, и потом, с вашего позволения, я передам слово представителям прессы. Но прежде чем... Первый вопрос. Если можно, да, коротко на него ответить. Может быть, Александр Алексеевич, вы ответите, и вот как экономист Тахир Габдрашитович вам что-то подсобит. Если я правильно смотрел, пусть так вот по диагонали, но тем не менее смотрел проект генплана, вот тот, о котором мы сейчас говорим, я там вообще не обнаружил одной вещи, которая, на мой взгляд, должна там присутствовать просто по факту, по определению. Этот генплан никаким образом не коррелирует и не корреспондирует со стратегией социально-экономического развития республики Татарстан, которая четыре года назад была принята, закон подписан до 30-го года. И получается, что вот у нас есть стратегия развития республики, в том числе казанской агломерации. И сейчас есть проект генплана развития Казани, который вот как будто он с луны. Он с этим, или я ошибаюсь, вот как бы вы могли это прокомментировать, как градостроитель? Ну, во-первых, у нас есть стратегия социально-экономического развития не только Татарстана, но и Казани. Конечно. Поэтому, а вот закон о стратегическом планировании, который принят в 2014 году, совершенно прямо предписывает, что генеральный план всегда разрабатывается на основе стратегии социально-экономического развития. То есть, вообще-то говоря, они были обязаны его использовать. Другое дело, что стратегия Казани была принята где-то, по-моему, в апреле 2016 года, а генплан начал разрабатываться в 2014 году. Но на самом деле это у нас постоянно. Вот то, что у нас не синхронизируется разработка разных документов, это любимая тема у нас. Это любимое занятие, я бы сказал. Да, любимое занятие, может быть, так. То же самое было и с генпланом 2003-2007 года. То же самое и с генпланом с этим. Но не с генпланом 1969 года. Да, но там генеральный план синхронизировался не со стратегией социально-экономического развития, а с пятилетним народно-хозяйственным планом. Конечно. Но, тем не менее, синхронизация была. Более того, в системе документации было принято каждые пять лет корректировать, это называлось пятилетка, когда делается проект, который корректирует, в связи с тем, что принимается новый народно-хозяйственный план, надо корректировать генеральный план. Ну, что логично. Такое было. Это логично. А сейчас этого нет. Спасибо большое. Давайте мы все-таки передадим слово коллегам из присутствующих здесь СМИ. Если у кого-то есть вопросы, у меня только, естественно, простая просьба. Поднимайтесь, называйте себя, говорите в микрофон не так, как оперные певцы, когда там собираются уже испустить дух на сцене, поближе к себе. Вы задаете короткий вопрос, вы слушаете короткий ответ. Да? Прошу. Руслан Баффин, медиа-центр, КФО. Александр Алексеевич, я хотел к вам задать вопрос. Скажите, вот как профессионал, очень много шума было при обсуждении, а мне бы хотелось услышать от вас такой вопрос, момент. Видели вы в генплане что-то такое, что незамечено было на слушаниях, что вот вас заинтересовало, заинтриговало какую-то деталь, которая прошла мимо внимания общественности, но которая, я считаю, очень важной. И, может быть, второй вопрос, что вам нравится в генплане? Потому что пока больше критики мы слышим. Ну, честно говоря, я вообще не очень-то уж так хорошо знаком. У нас вот этих 13 слушаний было, что на каждом говорилось. Я, так сказать, так не анализировал это, особенно об этом что сказать не могу. Но, как вот тут уже до этого замечалось, обычно вот, ведь эти слушания, они были адресованы каким-то конкретным участком территории города. Поэтому, что жителей волновало именно этого участка, они о том и говорили. То есть, это локальный вопрос, который на самом деле не делает погоды всего генплана, как правило. Ну, в генплане, на самом деле, на мой взгляд, очень много проблем, которые сейчас принят. Одну вот только что с вами озвучили, что на самом деле стратегия социально-экономического развития Казани сделана. В стратегии был сделан сильный акцент на полицентричность развития города, о чём говорил мой сосед недавно. Но то, что это было отражено в генплане, это было настолько, там, как-то малопродуманно. Я бы даже сказал, в какой-то мере, как мне показалось, карикатурно, честно говоря. Потому что изначально они выходили совершенно с другой концепцией. И когда обсуждалось ещё техническое задание на генеральный план, мы сразу стали говорить о полицентричности. И они стали говорить о том, что полицентричность – это вообще неправильно всё. Мы должны сделать компактный город. Ну, это как кибернетика, да, продажная полицентричность, слот какой-то. Они ни в какую не хотели с этим соглашаться. И только когда стратегия это приняла, и это уже стало узаконено, они там в последний момент попытались отразить. Но это смешно, как это сделало. Это вот один момент. Второй момент, который меня сильно всё время беспокоит, – это вопрос равномерного распределения системы зелёных насаждений по территории города. Все мы знаем, что центральная часть города, ну, уже об этом тоже говорили, она совершенно плохо озеленена. А вообще-то задача ведь в том, чтобы, вот как это ещё в 20-е годы сложилось в скандинавских странах, человек должен выйти из двери своей квартиры и, двигаясь по зелёным ходам, выйти в загородную часть природы. Где у нас такое? Можно? Такого нигде нет. И даже попыток нет, на самом деле, сделать это в генеральном плане. Там даже нет, ну, сейчас у нас модное такое слово – зелёный каркас. И вот мы, даже студенты у нас все эти зелёные каркасы обязательно делают. Вот ни зелёного каркаса, ни системы зелёных насаждений города в геймплане вообще нет, не проработано. Да. Такого материала нет. Вот пример про зелёный коридор. Вот пример по геймплану, как это происходило. Тогда возьмите микрофон и, пожалуйста, очень коротко. Время уже очень мало. Вдоль железной дороги у нас проходит автомагистраль по геймплану. Территория района между станцией О-Метьево и А-Метьево. Да, зелёный участок. По этому зелёному участку проходит автомагистраль. В то время как в А-Метьевском магистраль, шестиполосная дорога, она совершенно не загружена. Всё понятно. Давайте дадим возможность продолжить. Я прошла еще. Вы просто вклинились немножко. Это я начал говорить о слабости геймплана. Ещё одна слабость, на мой взгляд, очень важная. Вот когда генеральный план 2002-2003 года начинался, который в 2007 году утверждён, вообще-то говоря, я для него писал техническое задание. Я лично его писал. И мы писали техническое задание так, что это генеральный план Казани в системе казанской агломерации. И вы настаивали на этом. Более того, для этого даже был предусмотрен экспертный совет сопровождения генерального плана, куда пригласили лучших градостроителей России. Заседание этого совета было два раза. Первый раз оно прошло так достаточно удачно. А второй, когда все эти градостроители российские лучшие стали возражать из хак, он сказал, всё, убираю. Все до свидания. Да, совет распускаю, агломерацию убираю, будем жёстко в рамках городской черты всё делать. Всё понятно. И вот этот генеральный план он тоже сделал в рамках городской черты. Скажите мне, пожалуйста. Это вот мои претензии. А, вы сейчас о достоинствах ещё должны сказать, правда? Ну, о достоинствах их не так много, на мой взгляд. По сути дела, он продолжает, собственно говоря, во многом генеральный план седьмого года, чуть-чуть его перелицовав там, на самом-то деле. И это большая беда. Это прекрасный переход к достоинствам. Браво! Продолжайте, пожалуйста. Почему я говорю про беду? Почему я говорю про беду? Вот мы, на самом деле, ну, это в силу наших таких специфических занятий у себя там на кафедре градостроительства, мы довольно плотно изучаем опыт градостроительного развития и управления градостроительным развитием за рубежом. Ну, мы имеем большой и обширный материал на эту тему. Как это устроено там? Проект, ну, у них называется не генеральный план, а стратегический мастер-план, во-первых. Стратегический мастер-план начинается с публичного обсуждения технического задания. Не концепция, а именно тех заданий? Технического задания, повторяю. Как интересно. Более того, на этой же стадии приглашается и профессиональная экспертная группа, которая тоже правит его. Делается первая концепция, опять идёт обязательно публичное обсуждение, а эксперты уже не участвуют. Эксперты начинают участвовать только уже на последних стадиях. А вот публичного слушания на последних стадиях иногда и не бывает. А у нас всё наоборот. Техническое задание сделали и даже без экспертизы. Никто его не видел в глаза. Потом мы его узнали и там его пытались править. Генеральный план готов. Деньги все истрачены. И вот сейчас вот я слушаю, все говорят, вот там и внесли, вот там внесли. Я-то знаю, что деньги все истрачены. И никто ничего делать не будет, потому что деньги уже все съедены. Это же экономический вопрос. Более того, ну предложение есть, а кто будет за какие деньги делать? Ну то есть 85 миллионов не хватило, если реализовывать, ещё миллионов 15 надо. Вы понимаете, что внесли они в какой-то там один документ изменения. Весь пакет надо вносить изменения. И в других разделах надо вносить изменения. Это надо сажать десятки людей на компьютеры, и там они несколько недель будут сидеть. Зарплату платить надо. Я же знаю, как это бывает. Но администрация, тем не менее, столица Татарстана пообещала публично, что после окончания серии общественных слушаний, замечания и предложения граждан будут вноситься в документацию по проекту генплана. А кто-нибудь читал городостроительный кодекс на эту тему? А там написано следующее, что когда публичные слушания проведены, все замечания и предложения передаются в администрацию города, и глава администрации принимает решение, что включать, а что не включать. Вот так написано в городкодексе. И вот на этой оптимистичной ноте давайте мы с вами будем закругляться. Понятно, что из последних слов понятно, да, что вряд ли мы добьемся каких-то радикальных изменений в этом проекте. Но, извините меня за банальность, надежда умирает последней. Вдруг все-таки что-то удастся изменить к лучшему. На самом деле надо все время продолжать... Оказывать соответствующее, да. Потому что все равно это будет меняться. Можно маленькую репарку? Если только вот в поддержку только что сказанных слов, тогда можно. Потому что нужно продолжать бороться, не оставлять старания. Да, по поводу того, что надежда умирает последней. Вот маленький такой личный момент, да. У меня, я говорю, двое девочек, и четыре с половиной года. Одна говорит, мам, если у тебя не получится спасать речки сейчас, то мы вырастем, возьмем лопатки и пойдем раскапывать речки, вторая говорит. А если не получится раскапать речки, то я буду делать космические корабли, и мы все отсюда улетим. Вот сейчас мы все так или иначе продолжаем действовать для того, чтобы все-таки наше поколение смогло что-то сделать. Чтобы пожить здесь, да. Да, не перекладывать этот груз на детей. Я хочу сказать, что вот жители Гаврилова даже, ну как бы доверили мне, что ли. Я сейчас выдвигаюсь кандидатом в депутаты в госсовет. Вот именно для того, чтобы... Красная черточка, красная черточка, желтая карточка. Не надо рекламы. Все такие вещи. Не надо политической рекламы. Спасибо большое. Спасибо. Пресса, есть вопросы, коллеги? От жизни можно? Сейчас, минуточку, давайте. Алина Григорьева, вот вопрос по метро. Звучали такие цифры. Олег Григорьев говорил, что про воз, да, у нас в рабочий день 100 тысяч человек, а в час пик 5 тысяч. Вот мы считали, у нас никак цифры не бились. Вот вопрос Александру Дембичу, Тахиру Давлядовичу, но как экспертом вывод, как это вообще оцениваете? То есть в час пик никто не ездит? В час пик меньше, чем... Ну да, вот об этом речь, да, да, да. То есть это некомпетентность разработчиков, генплана, или что-то, может быть, мы не понимаем. Я прокомментировать, честно говоря, особенно не могу, потому что мы таких конкретных замеров не делали по метро, поэтому я тут не готов прокомментировать. На публичных слушаниях бились цифры метроэлектротранса и разработчиков, они были разные. Это несколько раз на публичных слушания звучало. Не могут договариваться заразить? В день метро перевозит около 100 тысяч человек. Действительно, сейчас часов пиков нет, потому что мы не в индустриальном городе живем, то есть он равномерно распределен по всему дню. Вот, то есть такого же пика там нет. Это и, в общем-то... Классического часа пика нет, конечно, но тем не менее люди едут все-таки часов в шесть, посмотреть какой трафик на улице. Конечно, метро загружено мало. А чтобы он был загружен, нужна новая транспортная система, которую Мерия отвергнула тоже. Коллеги, ну мы с вами понимаем, что когда метро начинали строиться, всем было понятно, что оно никогда себя не окупит. Что это имиджевая, извините за жаргон, фишка, но не более того. Еще от прессы, да. У меня вопрос к Александру Алексеевичу. На первых слушаниях публичных Олег Григорьев сказал, что над Генпланом работало четыре группы архитекторов. Две московских, две казанских, одну из которых возглавляли вы. Если я правильно понимаю, то это, если не ложь, откровенная, то полуправда в лучшем случае. Спасибо. О чем речь? Вы сейчас критикуете Генплан, а он сказал, что вы принимали участие. Да, принимал. И насколько плотно? Ну, там был сделан такой ход какой-то, значит, управленческий, что в начальной стадии заказали в каждой группе сделать свою концепцию генерального плана. Мы сделали свою концепцию. Но у них была концепция компактного города, а мы предложили другую концепцию. Это был дискретный город как раз вот с полицентрическим развитием. Он несколько более был обширен по территории и требовал дополнительного развития, конечно, транспорта. Потому что любой полицентрический город, конечно, обязательно наращивает транспортную инфраструктуру. Но на самом деле у нас транспортной структуры совершенно недостаточно. Потому что, ну, мы знаем тоже уже из анализа мирового опыта, что минимум 15% территории должно быть отдан транспорт, только тогда он более-менее эффективно работает. У нас 8%. Ну, вопрос был в том, что вы участвовали в разработке генплана, а получается так, что вы критикуете его с позиции человека, который непричастен. Я правильно? Я немножко обострю ваш вопрос. Вы, насколько я понимаю ваш ответ, извините, что я отвечаю за вас, это не очень вежливо, но просто темп, чтобы не терять время. Ваша концепция была отвергнута, насколько я понимаю. В принципе, она противоречила концепции генплана, и они, конечно, постарались ее использовать очень мало. Понятно. Спасибо большое. Еще вопросы от прессы? Нет вопросов? Или если там пока пресса не готова, вы просто хотите как житель задать вопрос? Да. Коротко, по делу, в лоб, если можно. Добрый день. Только назовитесь, пожалуйста, кто вы и где вы, собственно говоря, живете. Если вы в Новосавиновском, задавайте расширенный вопрос. Нет, я житель Нижней Новососновки, нас часто относят к Акам, либо к Дербышкам, и у нас также своя беда, нам по этому проекту генплана... Как вас зовут, как ваши фамилии? Меня зовут Марин Максим. Продолжайте, пожалуйста. Нам по проекту генплана изначально нарисовали ВСМ-2, ради которой придется сносить дома, как сказал Тахил Габдрашитович. Также нарисовали новую шестиполосную дорогу, дублеры улицы Мира, ради которой также придется сносить дома. И в предпоследний день слушаний руководитель группы разработчиков Олег Григорьев сообщил, что дорога из Нагорного, которую отменили, переносится также в Дербышки четырехполосная, ради которой снесут наши дома с основки и также часть домов по улице Топлива. То есть это вот такая проблема, которой никто не уделил внимания, потому что это так замяли и в предпоследний день слушаний озвучили. У меня вопрос к уважаемым экспертам. Вот у нас также группа ВКонтакте, собрано несколько тысяч подписей жителей. Может быть, вы зададите какое-то направление, где вам нужна поддержка жителей, поддержать вас в каких-то вопросах. Может быть, существует какой-то ресурс влияния, потому что вот все эти слушания, дай бог, чтобы на них власть обратила внимание. А вот все-таки, если люди будут поддерживать вас своими подписями… Бирянкинский лес. Бирянский лес – это вообще родина моих предков и моя родина в этом плане. То есть меня это тоже касается очень сильно. Вот подскажите, куда направить энергию жителей, которые вот на фоне этого проекта генплана как бы возмущаются, но никто не знает, что делать. Можно я со своей стороны, может быть, еще и другие эксперты что-то добавят, да? Вот те социальные процессы, которые шли во время обсуждения, которые были спровоцированы обсуждением генплана, выявили очень много групп жителей по интересам, среди которых генплан, можно сказать, прошелся, да? И люди начали объединяться, люди начали знакомиться друг с другом, группы начали объединяться. То есть и впервые, наверное, я почувствовала, что есть такая вот консолидация гражданского общества, да, вызванная вот реальными вот этими живыми проблемами, да, живодрегущими, я бы даже сказала, да? И сейчас у нас будет этап, когда 26 июня, как я понимаю, будут уже решения по генплану, что-то включат, что-то, большую часть, скорее всего, предложений не учтут. И что можно сделать дальше? Вот мы в своей группе, да, и также общаясь и с представителями Нагорного, да, и с вашими, все задают один вопрос, что мы можем сделать дальше? Может быть, должно быть какое-то совместное решение, объединение групп, возможно, коллективный иск по генплану, да? Но это должно быть много людей, готовых действовать юридическими методами, да, готовых, как бы, объединяться вокруг этого и делать вот такое вот консолидированное решение, потому что ни один человек поодиночке, и даже там 5-10 человек, они не смогут, вряд ли они смогут решить свою проблему одного дома, да, или одного участка природы. Мне кажется, что нужно вот объединиться и идти в суд. Он просто, нет, вопрос, опять я вынужден, как говорится, суфлером выступить, вопрос-то в том, что люди, вот в данном случае представитель, да, житель, он говорит, мы готовы вам помочь, мы готовы поставить свои подписи, где надо, мы готовы прийти, куда надо. Вы просто скажите, где поставить подписи, куда прийти, где тот координирующий центр или та сила, которая будет дальше организовывать коллективные иски и так далее, и так далее. Организовать можем только мы сами все вместе, да, координировать при этом, как бы работу взаимодействия групп, да, я могу отчасти взять и на себя, да, но делать придется все равно всем. Один за кого-то, я вот это объясняю, не сделает, но объединить, подсказать, да, сконтактировать, нам нужны юристы, нам нужны, самое главное, вот те, кто будет от себя эти иски подавать, да, ходить, потом суды, да, координацию взять на себя могу я, может быть, вот Айратов из Рахманов тоже что-то, потому что он непосредственно, может быть, другие эксперты добавит, да. Я по-другому хочу поставить вопрос, вот абсолютно не исключая вот этой возможности, я по-другому хочу поставить вопрос. Вот когда, это с точки зрения продолжения управления проектом, да, это же не случайно, проточек менеджмент, всегда уже существует такое понятие. То есть, предположим, сейчас вот у нас ситуация, ситуация, значит, что мы недовольны этим генпланом. Причем, обратите внимание, недовольны те люди, которых приглашали экспертами под названием жители города Казани, нас приглашали в качестве экспертов на самые первые заседания, вот когда были, там где-то иногда в середине удавалось, и полностью весь этот экспертный состав, по сути, был отодвинут на стадии завершения работы. Нас просто отодвинули все. И эксперты не участвовали в этом. Так вот, это ведь неправильно получается. И в начальной стадии как-то не очень все это было, скажем, а в конечной вообще не было. Причем, мнение общественности, я, честно говоря, практически уверена, что учтутся только какие-то кусочки. Вот мое личное мнение, что учтены будут какие-то кусочки. Это общее ощущение. Общее ощущение, да. Поэтому, вот у меня лично посыл к руководству республики, посыл к руководству города, да, вернуться к экспертному составу. Более того, не просто вот так вот, вот не просить, ну вы найдите на это время, а прямо создать договорные отношения, заставить проработать этот генплан экспертному сообществу от начала до конца, да, вытащить вообще все ценное и не ценное, понимаете, вот отделить вообще мух от пирогов. Экспертизу же вообще не проходит. Ну что? Профессиональную экспертизу он не проходит. Я про это и говорю. Поскольку он не проходит, я говорю, у меня посыл... По городкодексу может на усмотрение заказчика. Вот. А заказчик у нас вообще-то город. Заказчик у нас вообще-то город. И если сейчас идет такая волна, идет такая волна, то вот, мне кажется, от нашего ток-шоу хоть какой-то может быть в этом плане свет в конце тоннеля, скажем так, да, что именно сделать посыл к руководству города, к руководству республики, чтобы вот эти недостатки, вопиющие, грубые недостатки, исправить. Понадобится выделить на это 15 миллионов. Ну дайте эти 15 миллионов. Сколько на благоустройство тратим? Огромные деньги, да? Теперь. У нас была вот такая попытка, буквально за месяц до окончания генплана нас собрали по линии парков-универсиады. Вот дирекция парков-универсиады нас собрала и сказала, вот еще что-то можно подать, и подайте, пожалуйста. И вот тоже на кафедре мы сели. Стали собирать вот этот материал, который был, который не был учтен, по районам, достоинства, недостатки. Но мы видим, что это не было учтено в большей мере. То есть все это отдавалось, это десятками страниц. Понимаете, вот по-моему, только от нашей кафедры, Надя, страниц 70, наверное, ушло, то, что мы передали. Но это было поздно, но это уже эксперты работали. Это уже работали эксперты. Предложение понятно. Я боюсь сейчас сказать либо банальность, либо глупость, но просто ничего другого на ум, к сожалению, не приходит. Взывать к заказчику. Вы сейчас сказали, что заказчик – это город. Это очень красиво звучит. Но если мы попробуем формализовать, что значит город. Это Казгороддума. Это депутаты, которые выбраны в Казгороддуму. И тогда вырисовывается такая схема, что некие инициативные группы жильцов, профессиональных экспертов, профессиональных экономистов, просто заинтересованных граждан, формулируют свои предложения, претензии. И депутаты Казгороддумы, как избранники казанцев. Казанцы, вы же их избирали, правда? Мы же их избирали. Составляют петицию для включения в повестку очередного заседания Казанской городской думы. И голосуют, что да, мы считаем целесообразным на месяц или два отложить работу по этому проекту генплана, выслушать все-таки заключения экспертов, которые должны тоже быть формализованы, четко проведены. И уже потом в тех заданиях с учетом этих заключений вносить изменения и продолжать работу на генплан. Примерно такая схема, как я понимаю, да? Примерно такая, да. Спасибо большое. Предложения все, которые поступали при этом на Кафе, пожалуйста. Вот, к сожалению, насчет всех предложений, мы тоже должны быть реалистами. Приложений, ну вот эти 13 площадок, это примерно 3-5 тысяч предложений. Хотим мы не хотим. Кто-то профессионально должен их отфильтровать, систематизировать, отсеять несбыточные, убрать маниловщину. И вот тогда это опять уже доходит до экспертной группы. Спасибо огромное всем за внимание. Есть ли у прессы? Да, есть, да? Пожалуйста, представьтесь. Представление прессу, а также жителей. Опять же, надеюсь, что... Слушайте, у нас явочным порядком накопились жители. Это прекрасно. Называйте себя. Мы с Максимом соседи. В некоторой степени поселок... Меня зовут Газизов Тимур. Поселок Дербышки, улица Малиновая. Планируемый проезд номер один пройдет в 60 метрах от моего дома. То есть, если кого-то снесут и переселят, а мы будем пожинать плоды того, что там построят. Поэтому я заинтересован не менее, наверное, людей, чем те, кто попадает в поснос. Мое видение такое. Примерно неделю назад состоялось заседание Госсовета, на котором проект генплана был одобрен. Если быть точнее, это заседание комиссии Госсовета. Поэтому, честно говоря, возлагать надежды на наших депутатов я не вижу смысла. Выход вижу только один. Собраться всем 20 объединениям в какое-то одно общественное объединение, нанять экспертный совет казанских уважаемых экспертов. Может быть, я надеюсь, что из части присутствующих. В конце концов, мы можем оплатить эти работы. Я думаю, что большая часть казанцев с мира по нитке согласились. И только подав общественную рецензию заказчику на этот генплан, мы сможем, не знаю, может быть, не оказать влияние, но высказать свое большое фе, мы можем быть только таким способом. Доступный вариант. Спасибо. Спасибо за предложение. Если у прессы нет вопросов, у меня вопрос от имени прессы. Я сейчас почувствую себя не ведущим, не модератором этого дискуссионного клуба, а просто одним из журналистов здесь, рядом с Алиной. Тем более, что мы с Алиной в свое время работали рядом. В генплане, в проекте генплана, я не знаю, коллеги, я обращаюсь к спикерам, к экспертам. Если это что-то вообще из другой оперы, вы меня поправьте, пожалуйста. В проект генплана, я читаю, заложен резкий рост числа помывочных мест в банно-оздоровительных комплексах более чем вдвое по сравнению с теперешним уровнем, а к 2035 году еще вдвое. Этот пассаж поставил меня в абсолютный тупик. Я стал прикидывать, либо мы собираемся в Казани развивать нечто вроде римских терм, либо люди, которые делали проект генплана развития Казани, рисуют себе картины, как казанцы с вениками наперевес, дружными рядами, все в большем количестве будут ходить в бане, наплевав на собственные ванны, сауны, в коттеджах, не в коттеджах. Кто-то может прокомментировать это? Нет? Нет. Спасибо огромное. Можно ли? Да, Юля, очень коротко. А вы не смотрели, каково там состояние сетей и заложена ли их глобальная модернизация? Может быть, мы действительно, это у нас будет единственный выход? Вы такими мелочами занимаетесь. Люди вам говорят, втрое и еще втрое банно-помывочных мест, а вы сейте, ну, просечет куда-нибудь вода. Понимаешь. Спасибо. Давайте вот мы на этой веселой ноте будем заканчивать. Но у меня, вот по поводу всех общественных слушаний, да, по поводу всех инициатив. Я думаю, что всем кое-что говорит имя барона Османа. Да? Коллеги, мы понимаем, да, о чем мы говорим? И я вот сейчас подумал, а вот когда Осман, или Хаусман, если говорить на немецкий манер, затевал по приказу Наполеона Третьего преображение Парижа, благодаря его усилиям во многом, да, Париж стал таким, как он сейчас, вот эти лучевые бульвары и так далее. Как вы думаете, коллеги журналисты и вы, уважаемые эксперты, сколько общественных слушаний состоялось по проектам барона Османа? Ноль. Ноль. Вот на этой ностальгической ноте о просвещенном монархизме позвольте закончить. Уважаемые телезрители, уважаемые телезрители, это было очередное заседание дискуссионного клуба в шоу-руме телевидения Казанского федерального университета. Меня по-прежнему зовут Юрий Алаев. Спасибо вам огромное всем за внимание. До новых встреч. АПЛОДИСМЕНТЫ